В Волгоградском казачьем полку прибыло. Накануне 37 человек приняли присягу на верность вере православной и Отечеству. Торжественное мероприятие состоялось на центральной набережной парка Победы рядом с храмом Иоанна Предтечи. Присяга – это слово чести, данное казаком на верность православной вере Отечеству и казачеству. Слово это нерушимо, поэтому так ответственное и серьезное решение принять присягу и вступить в ряды Всевеликого войска Донского. Поэтому мы с большим вдохновением и радостью приветствуем их это начинание, их желание служить Родине, служить вере нашему Отечеству. Ну и мы всегда будем помогать и способствовать им в этом. История Донского казачества отсчитывается с 1570 года. Именно тогда царь Иван Грозный послал грамоту казакам. С тех пор история России – это и история казачьего войска, защищавшего рубежи нашей страны, осваивавшего Сибирь, а после ставшего одним из подразделений царской армии. Я молодым казакам пожелал, чтобы они были действительно казаками, чтобы казаки были всегда впереди, чтобы они были храбрые, как наш храбрый казак Крючков. Казьма Фирсович Крючков – донской казак и герой Первой мировой войны. Считается, что именно он и его жена стали прототипами памятника казака и казачки. Рядом с этим монументом и проводилась торжественная церемония. Осеняю себя крестным знаменем. Осеняю себя крестным знаменем. Целую святой Евангелие. Целую святую Евангелие. И честный крест. И честный крест. Мы по-разному это делали, как я говорю. Но самое главное, что это всегда привязано к храму. Это всегда связано с богослужением. Многие казаки перед этим исповедуются, причащаются святых христовых тайн. А уж те, которые принимают присягу, всенепременно это должны сделать. И сегодня они это сделали. И мы собрали здесь храм, который всегда традиционно считается у нас казачьим храмом. Боже милосердный, будем не помощником и заступником в несении служения моего. Этими словами завершается современный текст присяги и донского казачества и сибирского. Сегодня казачество переживает важный этап своего развития, я бы так сказал, этап воцерковления. Потому что казак без бога не казак. Создан синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. Принята концепция духовного окормления казаков. И в рамках вот этой концепции мы сейчас создаем систему централизованного управления именно вот этим процессом воцерковления. Еще одной задачей казаков, безусловно, является воспитание подрастающего поколения. Это патриотизм и воспитание духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи. Поэтому казаки всем этим занимались и будут заниматься дальше. Волгоградская казачья дружина создана в 2007 году. Казаки постоянно несут службу в разных районах совместно с сотрудниками полиции. Они принимают участие в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Патрулируют территории в ходе противопожарных рейдов.